Попытки игроков ввести арбитров в заблуждение. Спорные назначения пенальти или сомнительный отказ судей сделать это. Полемика в отношении предупреждений или удалений футболистов. Примерно таким образом выглядела повестка дня очередного заседания судейско-экспертной комиссии Казахстанской Федерации Футбола. Показательным сложился эпизод встречи между Таразом и гостями из шимкентского ордобасы. Матч состоялся в рамках 21 тура казахстанской премьер-лиги. Внимание экспертов и приглашенных специалистов привлек случай, когда хавбэк хозяев поля Жиан Дос Сантос Мартинс нарушил правила в единоборстве с полузащитником ордобасы Абдулаем Диакате. Главный арбитр встречи Сергей Гороховодатский нарушение зафиксировал, но в качестве наказания за этот фолл ограничился устным внушением и назначением штрафного удара. На взгляд экспертов, грубая игра бразильца из Тараза заслуживала выноса предупреждения и, соответственно, удаления нарушителя с поля, так как он уже имел в пассиве желтую карточку, полученную пятью минутами ранее. Удейская экспертная комиссия внимательно рассмотрели данный эпизод, в котором главный арбитр матча допустил ошибку. В этом эпизоде игрок в белой форме безрассудно играет против игрока в синей форме, то есть не пытаясь сыграть в мяч, он грубо, сверху, открытыми шипами наносит удар в область голени. Да, и судья определяет фолл, но все дело в том, что в данном эпизоде арбитр должен был вынести предупреждение игроку в белой форме за безрассудное поведение, безрассудный фолл и тем самым эта карточка была бы уже второй желтой, которая автоматически превращается в красную карточку и данный игрок должен был быть удален с поля. В другом матче 21 тура, а именно во встрече между Кайсаром из Кызылорды и гостями из Кокшетауского Окжетпеса в поле зрения экспертов оказался эпизод, когда хавбэк хозяев Тигран Барсигян встретил противодействие в лице полузащитника Окжетпеса Артема Дмитриева. На излете ситуации Барсигян оказался на газоне. Рефери матча Денис Тевяшов посчитал, что армянский легионер Кайсара пошел здесь на симуляцию нарушения правил и вынес Тиграну заслуженное на взгляд специалистов предупреждение. 95-я минута матча, накал сумасшедший, нападающий подхватывает мяч, пробрасывает защитника, видя выставленную ногу, спотыкается об нее, не пытаясь уйти даже от столкновения. И арбитр в этом моменте у него очень хорошая позиция. Правильно выносит предупреждение. Это свободный удар, желтая кавычка, за симуляцию. Еще три разобранные на заседании комиссии эпизода состоялись в рамках 22-го тура премьер-лиги. Первый из заслуживших пристального внимания экспертов игровой момент произошел во встрече между хозяевами из Актобе и столичной Астаной. Гости разыграли комбинацию неподалеку от радиуса, на исходе чего дуэт игроков Астаны в лице Марина Томасова и Орангела Янга на первый взгляд безупречно довел дело до взятия ворот Актобе. Тем не менее судейская бригада приняла решение не засчитывать забитый мяч. Причиной тому сложились настоятельные возражения ассистента главного арбитра Евгения Бельского, который зафиксировал тот факт, что гол был забит с наличием офсайда. После изучения ситуации на судейско-экспертной комиссии выяснилось, что точка зрения арбитра оказалась правильной. Момент можно разделить на две части. Первый момент, когда идет передача нападающему, номер 14, он находился в правильном положении. Второй момент, 14 номер отдает пас партнеру, затем партнер отдает опять пас 14 номеру, который находится в офсайдной позиции. Он не касается мяча, но он извлек выгоду, он вмешался в это действие, ввел в заблуждение игроков защищающей команды, особенно вратаря. После небольшой паузы, это хорошая командная работа, арбитр и ассистент арбитра, посовещавшись, приняли правильное решение по отмене гола. Два других случая из числа сомнительных и произошедших в рамках 22-го тура состоялись во встрече между хозяевами из Тараза и алмальтинским Кайратом. Сначала упомянутый выше бразильский нарушитель правил из Тараза, Жиан Дос Сантос Мартинс, снова продемонстрировал склонность к грубой игре. Ситуация закончилась тем, что на газоне оказался нападающий гостей Адрин Сола Эсиола. Главный арбитр матча Булат Сариев, что называется, без раздумий указал на 11-метровую отметку. Пенальти хладнокровно реализовал капитан Кайрата Бауржан Исламхан. Что касается правильности решения арбитра указать на точку, то судейская экспертная комиссия вынесла вердикт, что рефери оказался безоговорочно прав. Нападающий Кайрата с мячом входит в штрафную площадь, пробрасывая себе мяч. Его встречает защитник, выставляет ногу и происходит обыкновенный фолл по неосторожности. Момент несложный. А если учесть еще, что арбитр находился в очень хорошей позиции, все видел и незамедлительно указал на 11-метровую отметку. В прологии второго спорного эпизода встречи между Таразом и Кайратом состоялась подача хозяев поля со штрафного слева. В одном из последовавших за этим единоборств произошло столкновение защитника Кайрата Рады Дугалича и форварда Тараза Сержа Нюадзи. Последний в итоге оказался на газоне. А затем дал понять, что Дугалич сыграл против него чрезмерно жестко. Главный арбитр матча Булат Сариев посчитал, что борьба в этой ситуации произошла в рамках правил и фиксировать нарушения не стал. Разбор эпизода на судейско-экспертной комиссии получился продолжительным и скрупулезным. Вверх взяло мнение большинства о том, что о рефери в отношении трактовки момента с игровым контактом футболистов принял верное решение, но не должен был останавливать игру и назначать штрафной пользу Кайрата. Мы все знаем хорошо, что футбол – это контактная игра. Здесь защитник в высоком прыжке смотрит на мяч, пытается сыграть мяч, он играет в него. И, что самое главное, он прыгает к мячу с шага. Естественно, что колено у него не может находиться внизу. И в момент, когда он играет головой мяч, он немножко касается коленом спины. Но при этом надо еще увидеть в эпизоде, что игрок атаки двигается немножко спиной в сторону игрока, обороны. А он уже вверху на мяче, в прыжке он сконцентрирован, он играет в мяч. И поэтому здесь нарушений со стороны защитника нет. При голосовании мнения члена судейской экспортной комиссии разделились. Но большинством голосов было принято решение, что арбитр правильно не назначил пенальти. И в данном эпизоде надо было продолжить игру. Кроме матчей казахстанской премьер-лиги, в поле зрения судейской экспертной комиссии продолжают оставаться встречи первенства Казахстана среди команд первой лиги. То есть второго в табеле о рангах турнирного дивизиона. В одной из таковых встреч, а именно в игре 15-го тура между Мактаоралом из Туркестанской области и Алтаем из ВКО, хавбэк последнего Владимир Вяткин довольно жестко сыграл против нападающего Мактаорала Константина Задорожного. Дело было в штрафной Алтая. И, как водится, пострадавшая сторона ожидала назначения пенальти. Однако, свисток главного арбитра матча Александра Алиева промолчал. Результат разбора ситуации на судейско-экспертной комиссии оказался прямо противоположным решению арбитра. На взгляд экспертов, эпизод должен был закончиться 11-метровым ударом в сторону ворот восточно-казахстанской команды. В данном эпизоде нападающий с мячом пошел в штрафную площадь. Игрок обороны в безрассудной манере в прыжке ударил соперника по ногам. Позиция у арбитра была плохая. Он находился далеко. Плюс не помог ассистент принять правильное решение. В данном эпизоде следовало назначить 11-метровый шрафной удар и вынести дисциплинарную санкцию в виде желтой карточки игроков обороны. Тимур Камашев, Ербол Каиров, Владимир Фрайнт, штаб-квартира Казахстанской Федерации Футбола, Нур Султан. Субтитры создавал DimaTorzok